Доджа Кэм сегодня на 17-й срочке. The Weeknd стал 16-м. Сейчас доберутся люди. 15-й место, Клэм в полы, Клэм. Всем привет, друзья! Вас так много, почти 3000 людей. Давно не общались с вами, сколько лет, сколько зим. Я уже не помню, когда в последний раз выходила в прямой эфир. Это было очень давно. Рада вас всех видеть у меня на странице. Только что уложила спать своих девочек, и вот пришла к вам. Решила с вами поболтать. Если что, буду с перерывами общаться. Наверное, надолго общение не затянется. Поэтому давайте, задавайте свои вопросы. Я отвечу на самые интересные. Как дочурки, красотки. Спасибо. Все хорошо. Мы сегодня были на прогулке. Я вот чувствую такая слабость в организме. Не знаю, то ли продуло, может, под кондиционером простыло. Чувствуете, да, по голосу? Так переживаю, чтобы... Ой, не дай бог, чтобы не заразить своих доченьк. Так, слышу, малышка там уже просыпается. Потом у нас сегодня была съемочка небольшая. Приехали к нам операторы. Так нежданно, негаданно. В общем, у нас же сейчас бэби-бум такой на проекте. Много беременяшек и рожениц. Вот. И там у нас такая рубрика, типа, ну, так и называется, бэби-бум. И там ведущая, в общем, была. И там задавала нам несколько вопросов. Ну, такое мини-интервью. И мы как раз вот гуляли во дворе с детками. И заодно записали съемочку небольшую. Так что увидите нас в эфире через неделю. Нет, только вот муж домой зашел. Димуль, сейчас, секундочку. Зайк, а ты включи мобиль, пожалуйста, малышки. Вот муж дома, поэтому без него, конечно, я бы не справилась. Ой, моя помощь, моя опора. Я не знаю, если бы не мой муж, мне бы не хватало бы на себя столько времени. И вообще бывает такое, что даже в душ не можешь, да, нормально сходить. Василиска вроде, ну, постарше, да, взрослеет ребенок. Но все равно требует, там, мама, ко мне, поиграй со мной. Там, покормить ее нужно, тоже спать уложить. Но вот одна у нас не засыпает. Мне вот нужно с ней рядышком полежать. Сказку ей рассказать. Ручку погладить. А вот малышку, вторую дочку, стараюсь не укачивать. Вот. Не укладываю ее, в общем, не качаю в кроватке. Она у меня сама засыпает. Вот. Чтобы потом не отучать. Также, кстати, насчет соски пустышки. Василиску с трудом, конечно, мы отучаем сейчас от соски. Ну, она так в основном на сон ее просит. Говорит, мама, дай бай. Бай, называй соску. Вот. А малышку, вторую дочку, я, ну, не захотела, знаете, приучать ее к соске, чтобы потом не отучать. Я так немножко волнуюсь, правда. Вас так много. Почти пять тысяч людей. Задавайте мне вопросы, что вас больше всего интересует. Буду для вас откровенно. Веди себя естественно, пожалуйста. Ой, я даже не знаю, как на эти вопросы отвечать. И вот, знаете, я воспринимаю критику. Ну, вы многие почему-то... Так, сейчас мы разболтаемся, в общем, да. И я, наверное... Ну, сейчас немножко у меня есть волнение, потому что мы давно с вами не общались. Тем более, все мы люди разные, и все мы индивидуальны, да. И вот такие вещи бывают, пишут порой, да. Но не все, конечно. Может, кто-то меня не знает. Либо, может быть, там, помнит с тех времен, да. Я не понимаю, с чего вы взяли, что я там веду себя как-то неестественно, что я там наигранно как-то себя веду. Но у меня такое... Ну, такое общение, да. Такой мой внутренний мир. Я же не могу там быть другой. Ну, как вот, если я вот сейчас с вами общаюсь, правда, искренне, что значит неестественно? Вот ответьте на мой вопрос. Почему вам кажется, что я веду себя как-то неестественно, наигранно? Видно, что ты волнуешься. Так я и говорю вам. Откровенно же говорю я с вами сегодня. Я говорю как есть. Я с вами искренне. Я открыта перед вами. Я правда говорю, да, я немного волнуюсь. И смущаюсь. У меня даже вот, видите, щечки порозовели. Вы знаете, даже изначально были у меня переживания, ну, перед тем, как идти в прямой эфир, потому что, ну, хотелось бы адекватно пообщаться, да, то есть без всякого хейта, потому что сейчас очень много людей, ну, как-то, не знаю, злее стали. Ну, может быть, они всегда такими были, не знаю, но правда чувствуется, что больше стало людей злых. И не понимаю, в чём это вообще причина. В общем, я веду, да, ну, нормальный образ жизни. Я взрослый человек. Воспитываю, рожю, да, двоих деток. Прекрасный свой доченьк. Любима. Полноценно у меня семья, муж рядом. То ли вот люди смотрят, думают, ну, вот у неё всё хорошо, то ли они бесятся, потому что у меня всё хорошо. Но вспоминаю, когда у меня было не всё хорошо, тоже был хейт. Тоже меня обзывали, мою семью обзывали. И сейчас это тоже продолжается. Я просто не понимаю, за что меня сейчас обзывают. У меня вроде нет в эфире там. Я не могу понять, ну, что так раздражает. Я думаю, что это всё равно, это не во мне проблемы. Не хочу обижать этих несчастных людей. Хочу пожелать им счастья. Вот. Ой, да, нас больше всего бесит, конечно, других то, что мы сами в себе, ну, какие-то моменты, вещи отрицаем. Мне только такой ответ. То есть, ну, зачем копаться в себе, да? Если я сейчас пойду весь этот негатив, грязь, свою несчастную жизнь, да? Пойду сейчас вымщу на другого человека. И мне непонятно, вот, почему детей моих трогают. Очень, конечно, страшно, в каком мы мире живём. Я, опять же, повторюсь, хочу с вами поговорить, пообщаться на любые темы и на откровенные темы и быть с вами искренними. Тут вообще жесть такая творится, правда. Вот, ну, я правда говорю, что у меня всё хорошо в жизни. Я очень благодарна судьбе, вселенной. Я живу своей жизнью, ну, я счастлива. То есть, я себя ощущаю счастливой женой, счастливой мамой. Но это, конечно, вот эти хейтеры, они, конечно, грани не видят, борщат конкретно. Представляете, отдала Василиску в детский садик. Такую историю расскажу. Просто не зашла жаловаться, там, мои люди, мои подписчики, там, ну, помогите, там, как вообще с этим быть, как с ними бороться. Да никак, потому что с ними бесполезно бороться, я не знаю, что должно произойти, чтобы они отстали от меня, от моей семьи. Отдала Василиску в детский садик частный, в общем, там очень, ну, так, приличная сумма. Ну, и там, как бы, со скидкой мы договорились с директором садика. Вот, и, в общем, ну, там, за отметку у себя в аккаунте, ну, тоже, да, как-то выживаю. Ну, там, ну, что-то за рекламу беру, да, ну, не всегда все, там, за бартер. Думаю, ну, там, сэкономлю все-таки двое деток, там, все равно на будущее, все же, ну, сколько для детей всего надо, да, так даже, там, может, отложить денежку, да, купить, там, машину в будущем, там, квартиру больше, да, квадратов. Все-таки нас уже четверо. Вот, и они начали представлять, атаковали детский садик. Ну, буду вкратце, расскажу вам так в двух словах. У них, видя, какая-то коалиция, представляете, и начинают гадости писать, ну, в общем, вот этой женщине, что вообще вы с кем связались, эта семья там такая-то сякает, обзывают. В общем, не знаю, что, как вот, что сделать, как объяснить этим людям. Просто вот, ну, отстаньте от меня. Вот, что, что вот я должна сделать, чтобы вы от меня отстали? И мне просто, ну, дети при чем вообще? Дети не виноваты. Хейтите меня, обзывайте, но детей не трогайте. Детский садик, дети, это же святое. Что вам нужно от моих детей? Потом, значит, обслуживаемся в детской поликлинике. Тоже ответку поставила у себя в аккаунте. Они перешли, давай, профессора, педиатра, ну, в общем, там, засрали всю ему страницу. Начали гадости писать про меня, про вообще, про мою семью, про моих деток. Ну, в смысле, мои дети, ну, просто ходят в детский садик. Я не понимаю, что мои дети вам плохо сделали. Я вам что вообще сделала? Можете, вот, как-то, я не знаю, кто-то вот там скажет. Не так вот вы, как в крысу ходите, вот, написываете, делаете себе вот эти фейковые по 10 страниц с нулями публикациями, с нулями фотографиями вот эти вот свои аккаунты, и срочите всякую грязь. Когда это прекратится? Вы побоитесь, правда, Бога? Вы что, кармы не боитесь? Это больница, детская поликлиника, там дети, врачу, представляете, он в шоке, он хотел, в общем, пост написать, я вот говорил от публикации. Хорошо, что он здравый, понимающий мужчина. Но он говорит, вот за что, вот за что тебе? Почему они к тебе так пристали? Почему ты за всех, за все расплачиваешься? Ну, я что, какая-то вот, не знаю, я что делаю? Я что, дичь какую-то творю? Я что, девушка легкого поведения? Я вам девочка маленькая? Я взрослый человек, еще раз повторюсь, у меня дети, семья. Что вам сделали мои дети? Что я вам сделала плохого? Я прям не знаю, вот мы тоже, ну, на эту тему, конечно, можно бесконечно общаться, но я прям не знаю, какое нужно идти оружие, чтобы вот эта борьба закончилась, потому что, ну, никому это, естественно, неприятно, да? Да, вот, ну, поймите мне, мамочки, люди, да, вот вы адекватные, в моих подписчиках очень много здравых, адекватных, понимающих людей. Я знаю, я вижу, я читаю все ваши комментарии в директ. Вы, правда, многие меня поддерживаете, мою семью, но что мне сейчас делать? Ну, вот смотрите, я живу вот здесь, да, в этом районе, мы снимаем квартиру. Нету частных садиков. Ну, почему я должна ходить, водить свою дочку, своих детей в этот садик, который районный, либо в поликлинику? Ну, если я имею такую возможность, да я же даже не про себя говорю. Ладно, там хотите мои магазины, где я там беру там одежду там для себя, там, ну, детская поликлиника, детский садик, ну, это дети, это святое. Вы вообще там, что ли, я говорю, не в адеквате? Им просто, ну, вот эти рекламодатели тоже не говорят, ну, больные люди, что? Мы их отправляем в бан, и писать им, ну, реакции, да, тоже не хотят. Это, знаете, это, ну, они только этого и ждут, они и хотят конфликтов. Ну, нам какой смысл с этими неадекватными, вот, спорить, там, ругаться, конфликтовать? Ну, я просто не понимаю, что они от этого имеют. Ну, я даже, знаете, ну, не хочу вот, там, говорить, что они там хотя тоже, да, жизнь такую там, чтобы их дети одевались там, ну, за рекламу, чтобы их дети там ходили в частные садики, там, в клинике. Ну, ё-моё, ну, я же не бородина, ну, вы можете там к богатым, да даже, я не знаю, как можно предъявить человеку, но я правда, я не богачка какая-то, как вы думаете. Я просто не знаю, какую найти причину, ну, чтобы вы, ну, перестали меня хейтить, моих рекламодателей, тех людей, которые вообще ни в чём не виноваты, тем более моих детей. Я что там, какая-то, не знаю, я тоже, знаете, смотрю там, ну, есть люди, которые живут там шикарно, там, я тоже хочу жить там, на Манхэттене, да, но я же не оскорбляю людей. Ну, почему я их не оскорбляю? Потому что, наверное, я не завидую им. Ну, живут люди в этих, в коттеджах там, в особняках, да и пусть живут. Ну, водят они там, дети их там, ездят там, не знаю, везде там, по всему миру, в общем, да, там, ходят в хорошие там гимназии, да, в частные детские садики. Ну, какая разница кому, кто как живёт? Вам что от этого? Что изменится? Я не знаю, жизнь одна, нужно наслаждаться жизнью. Неужели вам так пофигу, вам терять нечего? Ну, там, я понимаю, либо вы хотите, чтобы там, ну, вот я зарабатываю 20-30, сейчас вот пусть и она вот прочувствует на себе, да, там. Так я тоже зарабатывала столько. Нет, я тоже, ну, ну, я же не жаловалась, я же не ходила, никого не оскорбляла. Ну, есть сейчас у меня такая возможность, да, я очень, ну, рада, что где-то я могу сэкономить, где-то что-то там приобрести за рекламу. Я вас, правда, вот таких людей злых я не понимаю. Это что такое там вообще? Вы там, наверное, бедняжки там заработались, пришли домой там, взяли свой телефон и начинаете строчить. Сейчас я вот устала, заработала эту копейку, сейчас я зайду к Ольге Рапунцель и начну вот писать ей гадости. Ну, я вообще-то и дочку-малышку, и молоком кормлю. Ну, вы же тоже люди-то, будущие мамочки или мамы. Ну, я вообще не понимаю, что в ваших головушках. Люди, пожалуйста, придите в себя, будьте добрее. В общем, я вам так рассказала вкратце, у меня просто крик души. Я не плачу, да, я, ну, меня жизнь не портят, мне просто, ну, мы все взрослые люди. И вот этот неадекват, он зашкаливает, и ты не можешь понять, вот, откуда они берутся, и вообще, что им от меня надо. Я ведь по факту говорит, хватит завидовать. Ну, тут тоже, знаете, зависть, это же, конечно, плохая черта. Ну, как вот человеку объяснишь, да, вот, если вот он хочет тоже, как вот у тебя. Я тоже хочу вот такого же, да, всего там, как у Оли. Ну, как-то же надо по-доброму завидовать. Нужно научиться радоваться за людей, стремиться как-то, ну, чтобы тебя этот человек мотивировал. Смотря на этого человека, и ты как-то, ну, смотришь, да, следишь там, как вот за его жизнью, да. Вот я тоже так хочу, да, сейчас вот она у него была так, значит, у меня тоже так же получится. Чего, как это у меня так получилось, типа, была такой, да, и тут и семью построила, да, и... В общем, жизнь прекрасная. Ой, ладно. Живем дальше, да, как говорится, жизнь продолжается. А знаете, они еще удивляются. Ты почему их оскорбляешь? Ну, я считаю, что ничего святого в этих людях нет. Если такие гадости пишут про меня, про моих детей, выводите в мое положение. Если бы они вот так ваших детей бы трогали, да. Конечно, каждая мама загрязет за своих деток. Ну, вот, естественно, я себя только защищаю, отстаиваю. Ну, и то стараюсь как-то относиться с пониманием к ним, потому что, ну, тот же врач, доктор, да, уже не обижается на больного пациента. Ну, как говорят там, не обращая внимания на дураков. И с ними нужно как-то, ну, лояльно, да, даже удачи пожелать, знаете, там, счастья таким людям. Вот я мечтаю, чтобы поскорее вообще этот хейт закончился. И люди стали как-то добрее. Я правда говорю, сейчас этот хейт вообще не в моде. Сейчас, наоборот, как-то люди, ну, стараются там приветливо относиться друг к другу, да, как-то с добром, желать там... Потому что к тебе все вернется, да. Ты, допустим, желаешь людям добра, к тебе просто это приумножится. Тебе это все хорошее, оно вернется. Как они не могут понять, что такими злыми нельзя быть, все в жизни возвращается. Это не я придумала, это реально. Бумеранг существует. Я очень боюсь бумеранга, поэтому стараюсь. Первое. Никогда не лезай на рожон. Так, я готова отвечать на вопросы. Спасибо, что вы меня выслушали. Я постараюсь сохранить прямой эфир, чтобы вы могли пересмотреть и меня услышать, да, что я имею в виду, что меня не устраивает, почему я так возмущена. Сейчас я не замерключу. На скольки Василиску кормили ГВ? Я, знаете, на такой вопрос отвечу. Я считаю, вот насколько вы можете кормить, настолько и кормите. Я кормила Василиску до последней капли. Месяцев 7. И потом все. А, вы знаете, даже 4-5 месяцев вообще, то есть на 2 груди мы были, и потом у меня уже начало пропадать молоко. И на одной груди мы продержались до 7 месяцев где-то так. Вот. Но я, в принципе, так и планировала, и планирую даже вот вторую малышку кормить. Ну, где-то полгодика. Не больше. Я думаю, что это будет достаточно для иммунитета. Вот. Ну, кто-то там говорит, да, года лучше кормить. В общем, я буду кормить до последней капли. Берегу молочко. Вот. Сейчас, конечно, никакой диеты. Стараюсь кушать хорошо, чтобы молочко было сытное и сладкое. Но сейчас в первую очередь думаю, конечно, о своих, ну, о своих, говорю о девочках. Ну, да, о малышке в первую очередь думаю. Вот. А там как получится. Вот. Вот. Единственное, я не понимаю, как вот, ну, все равно я так думаю, да. Ну, не знаю, может у кого-то, может быть, ошибаюсь, так скажу. Вот. Роженица, да, родила там в роддоме. И сразу же грудного малыша, ну, сразу давать ему смесь, я считаю, что это ненормально. Есть такие, да, мамочки, которые отказываются сразу же от груди. Ну, там, первые дни, да, молозива. Вот. Потом появляется там на третий день уже появляется молочко. И как-то в первый день, ну, у тебя же все равно там есть помощница, да, там, санитарка, да, она пришла там, ну, ребеночка тебя там дала, ты там взяла грудью, положили тебе на грудь. Не знаю, если там у тебя, ну, там, после операции, допустим, Кестерева. А вот так отдавать ребенка на ночь, ну, я не смогла, я просто другая. Мне надо, чтобы она была со мной, как бы там все не чувствовала, чтобы я там не болела. Мне сразу вот сюда малышку груди, вот. Кто-то говорит, что она не наедает с одного молозива. Все это фигня. В основном детки маленькие, они же спят. Тем более, если малышка новорожденная не плачет, значит, она не голодная. Поэтому по требованию, как говорится, покормил ее, да, она спит. Вообще дети маленькие, они там в роддоме, что и делают, только кушают и спят. Это дело каждого, конечно, не осуждаю. Просто, ну, опять же, повторюсь, все мы люди разные, да, и детки индивидуальны. Такой у нас мамский блок, да? Собрались такие мамочки. Что пьете? Ой, я сегодня и компотик выпила, и чай с лимоном, и вот, и чай с молоком. Много пью чай с молоком. Сейчас пьем. Очень вкусно и полезно, и для молочка нужно пить молоко с чаем, обязательно. Ой, чай с молоком. Чтобы молоко приходило. Ну, мне помогает, не знаю, по кому, но я что с первой дочкой, что со второй, пью чай с молоком. Какой день собираешь? Ну, естественно, но не сейчас. Сейчас самое важное, это мои детки. самое маленькое. Требует очень много внимания, и даже, не знаю, даже если бы, ну, понятно, сейчас кормлю грудью, да, и никакого спорта, сейчас, ну, никакой диеты, понятно, пока нельзя, но я не представляю так вот, конечно, еще и спортом заниматься. Это сколько мне нужно иметь времени? Двое маленьких деток, сейчас бы еще и в спортзал выходило бы, да? Мне настолько не хватит. До помощников, конечно, сложно. Мне муж вот есть, он мне помогает, но он тоже же не каждый день дома. Так вот, мы справляемся, бывает тяжело. Ну, кто сказал, что будет легко для себя рожаем, ну, я кольфую в декрете, мне нравится заниматься вот этим всем. Я наслаждаюсь материнством, занимаюсь детьми. Аленка, правда, ушла с проекта? Давайте вы лучше у нее спросите, хорошо? Я не буду вам ничего рассказывать. Без провокации, а то вы сейчас еще что-нибудь про какого-то участника спросите. Ну, понятно, моя сестренка, мы с ней общаемся, мы сегодня с ней созванивались. Да. Может быть, потом как-нибудь расскажем. Аленка сама захочет, вам расскажет. Так. Кто знает, Оля и Дима ушли с проекта? Да нет, пока. Пока в декрете. Посмотрим, как все там пройдет на проекте. Есть тоже переживания, конечно, там много провокаций и нервишки, конечно, по 3. Хочется вернуться с хорошей историей, как вот мы в жизни, хочется, чтобы было там и так на проекте. Чтобы нас там не выставляли, непонятно в каком свете. Мама помогает с детками. Мама помогает с детками. Мамочка моя сейчас занята с Аленкой, она там вся вот с ними, с багдашкой. Вот. я стараюсь мамочку не обременять. Я понимаю, как она остается, такие возрасты. Ну, я просто, видите, не могу вот так вот. Я опять же не из тех людей, чтобы там оставить своих детей, да, Ну, понятно, понимаете, без помощи никак. Круто, кого есть помощь, там, бабушки, няни. Здорово, я за вас рада, но я считаю, что бабушка просто вот там, в гости приехала, по день час погуляла, там, на выходные. Ну, не каждый день, да, чтобы там жить с родителями, ну, и чтобы там она свою личную жизнь не устраивала, там, помогала только мне, ну, возилась с моими детьми. Я так не хочу. Ну, вот. Мы сами справляемся, я вот сама справляюсь, не хочу мамочку никак обременять. Мне ее, конечно, жалко. Я, видимо, поняла все это на себе. Знаете, когда рожаешь детей, в общем, проживаешь эту боль счастья во время схваток, во время родов и как-то благодаришь маму за жизнь. Вот так. То, что на проекте так нас выставляли, якобы, что я обижаю маму, это неправда. Там просто уже так выводили, до такого нервного срыва, что тоже просто у тебя защитная реакция, ты все время в борьбе, и вот ты себя там отстаиваешь, оправдываешься. До этого не было. Честно, правда, вы что там? Мне так обидно, вы почему там... Ну, я не хочу, меня оболгали, я не хочу участвовать в этой лжи. И уже все, ты не видишь, вот у тебя просто пельна перед глазами, они там... Вроде потом понимаешь, когда эмоции приутихли, ты уже понимаешь, это же твоя мама, Даже где-то мама на тебя что-то накричала, на эмоциях, сделала какое-то замечание, да? Ну, возьми ты, промолчи, а ты же не можешь, тебя же все спровоцировали. И ты уже все, на всех просто все, идите вы все далеко и подальше, только не трогайте меня, отстаньте. Вот. Вот так вот, мои хорошие, побудьте в моей шкуре, как говорится, наденьте мое пальто, тогда прочувствуйте. Обижали тебя мама с Аленкой, все мы с характером. Я, знаете, научилась прощать людей, вообще всех, и родных, и близких. С одной стороны, понимаешь, а то мы родные люди, ну как, на ком ты будешь срываться? На родных, да? Но если ты будешь злиться, обижаться, вот я не могу, у меня от скандалов с кем-то, мне плохо, меня коробит, мне нет настроения. Мне проще отпустить обиду, забыть, чтобы не держать зла вот на людей, и мне классно живется, вот правда, кайфово. А когда ты злишься, обижаешься долго, и как-то, не знаю, мне так на душе, не по себе. Вот я отпустила обиду, помирилась, знаете, сделала вид, как будто этого не было, и мне как-то хорошо на душе. Мама Алену больше любит. Ну, мамочка говорит, она любит нас одинаково, ну, как по-своему, может быть, да? Аленка маленькая еще, младше меня, да? Ей больше нужно заботы, внимания, но, знаете, кстати, хорошая такая, ну, в общем, тема такая, да? Вот я мама двоих детей. Я все не разделяю своих деток, да? Для меня, вот, мои девочки, вот, моя душа, да, мой смысл жизни. Я их люблю одинаково. Такой случай был на днях. Я кормлю маленькую и Василиска видит, в общем, приревновала и говорит, мама, ко мне, подойди ко мне. Ну, ко мне она уже так и разговаривает про дни предложениями. Я говорю, сейчас, Василисочка, я же не брошу, не оставлю, малыш, мне надо кормить. Вот, и сейчас к тебе приду. Она тут истерику закатила, плачет, в общем. Ну, я, знаете, все равно, я не докормила и думаю, сейчас я подойду, обниму Василиску. Я ее обняла, поцеловала, успокоила, в общем, пошла дальше, продолжила кормить маленькую принцессу. К чему говорю, что нужно уделять внимание и давать любовь одинаково. Ни в коем случае, там, не забывай, что у тебя еще и старая дочка. То есть, если ты покупаешь игрушки, ты должна две купить игрушки, да, одной дочке, второй тоже. Чтобы все было по-равну, чтобы не было ревности. Сейчас понятно, Василиска еще маленькая, она все равно два годика, ну, 2,4 нам ревнует, но я думаю, ну, конечно, даже пройдет все. Наш сейчас ребенок станет постарше, привыкнет уже к своей сестричке и уже не будет так ревновать. Вот. Ты очень красивая, добрая. спасибо большое. Говорят, что я играю, говорят, что я неестественная. Как можно так играть? Я не знаю. Я просто, ну, я своеобразная, я, наверное, когда меня тронешь, я, да, я начинаю защищаться, я, я бываю разной, я, не знаю, я не идеальная, я не святая, я не, там, няненький цветочек. Я могу в ответ оскорбить, мои хорошие, да. Могу и послать, как говорится. Могу и промолчать, ну, не то, что промолчать, могу с иронии отнестись к этому человеку, там, перевести что-то на улыбку. Вот. Но что первое, кого-то обидеть, оскорбить, у меня не заложено в душе. То есть, ну, мне как-то более хочется делать такие, ну, добрые поступки. Знаете, почему не хочешь причинять людям боль? Потому что ты вот это ощущал на себе, когда тебе человек делает больно, и ты понимаешь, как это, ну, неприятно. И чтобы я пошла сделала первое, там, человеку больно, я не смогу. Вот. уйти бы зимой. Керехтик там лежит, разговаривает. Мы растем вовсю. Сегодня надела у малышки ползуночки, уже мы с них выросли. Вот, считай, такие ползунки тоже делают. Там, получается, написано размер с нуля, там, ну, до трех месяцев. Вот. И мы уже с них выросли. Они нам малые стали. Вот. А нам только, считай, будет, ну, вот, ну, на днях, да, через, там, недельку только будет два месяца. Детки же разные, да, рождаются. Тоже вы как-то делаете такие, да, шеете штанишки, чтобы там, ну, хватало, то есть, ну, чтобы и на вырос хватало. То сейчас, ну, как говорят, да, много одежды не надо там на детей, да, они там маленькие, быстро растут, много не покупайте. А мы, как эти, вот, я говорю, накупили всего, половину ничего тут не сносили, вот, так что для принцесс, для своих детей все хочется самое лучшее. Хотя, вроде, да, на опыте помню, что тоже с Василиской тоже столько вещей до сих пор с этикетками. Ну, я говорю, половину там и отдали тогда еще, еще до рождения второй дочки. Вот, так вот для, для, сейчас вот, для малышки купили все новенькое. Все наряды такие красивые. Дома поздравили, конечно, но как не поздравишь? Рождение ребенка и лично поздравили, и видео сюжет тоже записали, и эфирно поздравили. Будьте счастливы. И вам того же. Я, знаете, не знаю, хотела выйти вообще в прямой фирсгулькой, там, не знаю, в халате. Вот мне говорят, что там огромная, но это костюм такой, понимаете? Я, еще раз говорю, никогда не была настолько там огромная. Ну, после рождения двух детей, ну, сами понимаете, естественно, поправилась. Так я не отрицаю, не говорю, что я там фитоняшка. Конечно, я набрала, ну, как, достаточно килограмм, разобрела, да, думаю, я люблю покушать, правда, то есть, ну, я не скрываю. Ну, я не гром баба, чтобы там, ну, я не толстая. Я, знаете, такой человек там мне нечего скрывать. Могу показать. Ну, где? где? Эта кофта просто широкая. Вот вы говорите, что я там что-то где-то фотошопила, ноги. Ну, вот. Я и не худенькая, и не толстая. После родов я бы посмотрела бы на вас. Я набрала бы 18 килограмм. Вот. За всю беременность. Плюс-минус там после рождения малышке скинула чуток. Понятно, что я еще не пришла до конца форму. Знаю, что вернул свой прежний вес. Я сейчас об этом не думаю. Мне сейчас главное кормить грудью свою доченьку. А там диеты, похудение, это вот не ко мне. Не про меня история. Хорошо выглядишь. Спасибо большое. жрать меньше надо. Ну, закрой себе рот, не жри. Кошмар, да, жрать? Вот люди так общаются, вообще жрут животные. Люди кушают. Спасибо вам за комплименты. Спасибо, мои хорошие. Спасибо, добрые люди. Вообще, вот, знаете, есть люди, да, некоторые разговаривают в прямом эфире, просто у них глаза. И все. И фиг ты поймешь, какая она там полная, худая. Что вы ко мне пристали? Давайте поболтаем. Задавайте мне вопросики. Ой, как я рада, что я могу и разговаривать, и мне музыка играет, детки спят. вот, Василиска еще спит, и малышка слушает музыку, отдыхает, просто лежит, проснулась, вот, пока не зовет маму. Значит, и голодная. Закони почаще в эфир. Ну, я посмотрю сейчас, как пройдет прямой эфир. Если все будет окей, то я буду с вами чаще. Хотите наше возвращение на проект? Да, там нервы нам будут трепать. Я с вами согласна, даже не спорю. Знаете, тоже так осуждать людей, зачем нам проекта? Ну, такой вопрос глупый, тоже, да, людям могу сказать, таким, кто задает такие вопросы. Зачем нам проект? А зачем вам ваша работа? Зачем вы ходите люди на работу? пока так. Ну, дальше больше. Значит, у нас есть какие-то там свои тоже цели. Вот. Съемки, да, наша работа и развитие там, конечно, я не вижу, там нет развития. В плане там, ну, чтоб ты вышел, там стал звездой, либо певицей, ну, все это фигня. Там просто надо жить, строить любовь, создавать семью, подкопить денежку, вот, и уходить уже в возрастную жизнь. Мы еще вот копим, заработаем, чуть-чуть подзаработаем, подкопим. Ну, вот. Да, нужно уже будет, конечно, уходить в этот мир. Тем более, вы скучаете по нашей семье. В этом и вы нас не отпускаете, потому что вы хотите видеть нас на проекте. Многие, знаю, любят мою доченьку Василису, сейчас, секундочку, малышка зоевод капризничает. Папуль, ты там? Ты че, моя девочка? ладно, в общем, позовете. Она там с папой. Так что я спокойно, если что, проголодается, тогда я пойду уже ее кормить, попробую позже вернуться. Так, сейчас уноси, сколько я уже с вами, целый час. Вы с кем-то дружите с проектом? Вы знаете, я вообще такой человек, я могу со всеми нормально общаться, постольку, поскольку, но чтобы дружить, мне кажется, нет. Там на проекте точно, именно вот наша семья, там как-то не настроены, знаете, больше, наверное, люди за счет нашей семьи как-то поярчить, что ли. То есть, ты начнешь с человеком общаться, вроде бы, ты с ним дружишь, общаешься, и ты знаешь, что он при любом случае, чтобы ради своей выгоды, он там, знаете, бомбанет, нож спину ставит. Папусь, все хорошо? Ну, если что, я могу завершить прямой эфир, может, проголодалась, малышка, кушать хочет. Сейчас пойду уже кормить, ну, пока еще, вроде бы, видите, так что-то просит, там, с папой разговаривает, ну, не плачет же, значит, не голодная. Я кормлю по требованию. Ну, да, вот сейчас где-то. Уже скоро будет пора кормить, где-то через полчасика. Ну, если сейчас попросит сильно маму, то пойду кормить. Когда, Аленке, машину купишь, как обещала, во-первых, мы с Аленочкой все решили, а вам не стоит сувать свой нос в чужой кошелек. И машину, она не хочет, она выбрала деньги, и мы уже с сестренкой все решили. Не лезьте, пожалуйста, куда вам не надо. я ничего плохого там не могу сказать про этих людей, которые там пытаются как-то выехать за счет нас, не знаю, поругаться с нами, либо там пытаются ведущего бами нас столкнуть с кем-то. потому что люди проектные, им нужно, видите, вот эта вот движуха, чтобы подписоты у них выросли, там, зп там подняли, да, чтобы они дольше продержались на проекте. Ты же не будешь тоже молчать, да, на какую-то провокацию, любого человека можно вывести. Я помню, как мы прилетели из Сочи, чисто там парень, а, да, он еще, по-моему, на проекте, и там в нашей комнате они с девочкой, в общем, ну, засели в нашей комнате, мы такие, еще, ну, с Василиской, в общем, с чемоданами, такие заходим к себе домой, сидят такие, два голубка. Мы будем жить в вашей комнате, съезжайте. Провокация? Как же провокация? И ты вроде бы, если ты сейчас из наших зашкварник, да, ну, как-то тут ребенок у меня на руках, я вот не помню, беременная была или нет. Да, я была беременна, вот сейчас, может, слышишь, наш разговор подсказывает, я еще беременна, с Василисой на руках, и я так думаю, боже мой, ну, дети для меня, да, ну, как, я понимаю, что они люди проектные, там, и моложе меня, там, не знаю, на 10 лет, я не знаю, вроде бы, и трогать их не хочется, и промолчать тоже не промолчишь, потому что наши вещи, наша комната. Ой, ты вот с ними вот так вот пытаешься уговорами, там, ну, вы что, ну, вы понимаете, что так вас не красят, это неправильно, и вот уже учителем не хочешь быть, и вот на эту глупость, дурость, не знаешь, как обратить внимание, и все, и потом, короче, там, уже, естественно, лобно, либо семейный совет разбирает эту ситуацию, и такой, знаете, противовес, кто-то такой осудил, а вы что, типа, так спокойно отнеслись, какая-то провокация, что, дочка, все могут домой заходить, я говорю, вообще-то в наш дом, в нормальном мире, никто не зайдет, это только на проекте, такие ваши всякие эти, махинации только вы там проводите, и, короче, кто-то, наоборот, там похвалил, там, сказал, ну, правильно, ребята такие выросли, повзрослели, такие сдержанные, ну, спокойно могли разрешить эту проблему, в общем, там, я серьезно говорю, место, ну, не для слабых людей, да, все равно, конечно, там нужно быть настолько сильным, по духу, и проект такой, на выживание, ну, такая школа жизни, сейчас тоже, я представляю, мы такие возвращаемся, начнем сравнение там, с кем-нибудь, да, с какой-нибудь парой, либо там с беременяшкой, либо с роженицей, знаете, вот единственное, вот аргумент, да, кто-нибудь из участниц, вот проживите, как я на проекте, с ребенком, два с половиной года, вот тогда поговорим, и мы не на равных, вот вы проживите, покажите историю свою, как вы на проекте будете справляться, жить, показывать себя зрителю, да, с ребенком, там, вот, вот Василиски сейчас два с половиной года, при этом у меня двое детей, да, ну, есть еще только в проекте, у кого двое детей, нет, то есть, опять же говорю, какие могут быть нафиг сравнения, и сейчас, говорю, опять начнется, мы сейчас вернемся на проект, сейчас опять там будут эти, всякие терки, там, кто лучше, кто хуже, кто лучше отец, мама, ой, смешные, ну, конечно, это же проект, дом-два, как не живи, что в смысле, что за глупый вопрос, как не, не живи, я вот именно, что живу своей жизнью, а мне приходят, и всякую чушь их говорят, пытаются со мной, встать на, на одно место, что-то там, как будто я что-то украла, я не знаю, как будто что-то я не должна, да мне все равно, что там у вас в жизни, лучше вы меня, круче, я счастливый человек, поэтому мне все равно, у кого там, что в жизни происходит, Ольга, какая погода у вас там за окном, сегодня прохладно, сегодня, правда, я прям чувствую, неужели я простыла, поменьше делаю этот кондиционер, потеплее, потеплее, сегодня, правда, чувствуется прям осень, не знаю, будет ли это у нас еще тут в Москве, когда солнышко, тепло, прям настроение лучше, я обалдела, спасибо за поздравления, спасибо всем за вашу поддержку, любовь, очень много людей, прям невероятно, приятно, конечно, вас столько много, столько было поздравлений, да, прям, знаете, ну, как-то на душе так тепло, что вот вы есть у меня, кто-то говорит, что я еще красивее, моложе становлюсь, кто-то говорит, ты что, так раскабанела, постарела, я вообще за натуральность, мне вот все равно, вот я хоть на телевидении, конечно, ну как, не то, что там, нет, мне все равно, что скажут, но мне все равно на себя, то есть у меня вот мимические морщинки, да, есть, то есть там, лоб, кто-то колет, морщин, здесь, значит, они обкалывают, чтобы не было морщин, там, здесь, да, что-то, губы, там, нос, не знаю, может быть, я как-то не фанат этого всего, поэтому мне не хочется там ничего делать, там, на лице всякие инъекции, я там, знаете, за уходы, там, за массаж, там, на лице, не знаю, там, уходик какой-нибудь, где-то масочку, тем более, я сейчас кормлю грудью, мне вообще никакие нельзя инъекции, всякие ботоксы, это такой яд, я, наверное, все-таки, просто очень сильно люблю своего ребеночка, свою девочку, звездочку, поэтому все, вот, все вот это, не знаю, подождет, в общем, будет лет 40, там посмотрим, может быть, и что-нибудь, где-нибудь, я подколю, но сейчас нет, даже об этом не думаю, ты красивая, красотка, спасибо большое, все мы не идеальны, главное, муж любит, я любима, но все равно тоже, на себя хочется время находить, там тоже там не забивать на себя, хочется быть там, такой все равно красивой мамочкой, с двумя детками, тем более на телевидении, вот, 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 Васильска просто прелесть, умненько, спасибо большое вам, вы видели мои истории с последней, но она не разговаривает, вообще, она такая умничка, с ней сейчас так стало интересно, она такая смышленая, она разговаривает, ну, говорит словами, пока предложениями не говорит, там, раньше говорила, допустим, ням-ням, сейчас говорит, мама, кушать, ну, то есть, уже начинает ребенок разговаривать, классно, я вот, знаете, хочу в три годика детский саги кодать, потому что, ну, когда он уже начнет, разговаривать, предложениями, знаете, так переживаю, сейчас пропало куда-то все, пропало, а у меня батарейка, в общем, уже на исходе, так, свет немножко настроил, вот, три годика дать я в детский садик, чтобы она могла уже там, ну, разговаривать, да, и мало ли что там произойдет, случится, да, всегда, чтобы ребенок мог рассказать, что там было вообще, как воспитатель себя вела, никто ли тебя не обижал, там, хорошо ли ты покушал, там, чем оскормили, чтоб ребенок ничего не могло тебе это все объяснить, вот, мы ходили, говорю, вот в кружок ходили на развивалки, там, нужно было присутствовать, только, ну, там не разрешали просто детей оставлять, там, ну, только родители с детками, вот мы ходили с доченькой, с Василисой, сейчас тоже хотим, в общем, пойти в тот же кружок, куда мы раньше ходили, очень интересно, это педагог, воспитатель, тоже такая умная женщина, вот, в общем, и Василиске нравится там, а детский садик, вот, я хочу отдать ее с трех лет, вот так вот, без фильтра, давайте попробую фильтр выключить, но сейчас все, по-моему, с фильтрами сидят в этих прямых эфирах, прямых эфирах, ну, вот, а, это нет, вот сейчас, вот, без фильтра, недосыпы такие, да, у меня, я не высыпаюсь, ребяточки, я сплю, очень мало, лучше не спрашивайте, потому что я просыпаюсь, малышка у меня будет, накормление, да, вот, каждые два часа, по требованию, вот я вам без фильтров, так, мои хорошие, я уже с вами больше часа, так что я уже пойду, папочка носит на ручках нашу доченьку, сейчас пойду кормить малышку, чек, ну, все, мои хорошие, давайте, говорю вам, до свидания не прощаемся увидимся спасибо вам что были со мной целую вас обнимаю хорошего вам вечера удачи пока